...финалда Таца dos Campeões de 1961, o Benfica-Barcelona, foi a primeira final disputada por um clube português nas competições da UEFA e que permitiu aos encarnados a conquista do troféu. Depois de uma carreira brilhante nas eliminatórias, que já tivemos ocasião de exibir, o Benfica chegou com toda a justiça ao jogo decisivo e logo com um dos grandes da Europa. Foi na Suíça, em Berna, há mais de 40 anos. Olá, meus queridos, convocados, parceira, jovem, dos jogatores. Hoje o fim do Coup de Jules, o Rocha dos New York, o Reus de 1960 e 1961, onde onde na este estacionamento em Vangdor, que em Berna, em Vista, a reunião de Benfica e Barcelona. É, o Giga Moni Reala, o Reala, a final de concordes, que em brevemente vocês discutem sobre isso. A nós vamos começar a nossa transcrição, e há apenas несколько segundos Вот этот человек, Готфрид Динст, швейцарский арбитр, в 19.00 31 мая 1961 года даст стартовый свисток, который будет означать, что встреча началась. Для вас весь матч за микрофоном. Ваш комментатор Денис Цаплинт будет работать. Ну и я начинаю, наверное, с оглашения состава играющих сегодня команд. Итак, Бенфика. На воротах первый номер. Линия обороны из трех человек. Второй – Марио Жао, третий – Жерман, четвертый – Анджелу Мартиш. В полузащите. Пятый номер – Жозе Нету и шестой – Фернандо Круш. Линия атаки. Седьмой номер – Жозе Аугушту, восьмой – Жоакин Сантана, девятый – Жозе Агуаш, капитан команды, десятый – Марио Калуна и одиннадцатый – Домиссиану Кавим. Главный тренер Бенфики – Бэлла Гутман. Барселона. Галкипер. Первый номер – и он же капитан команды Антони Ромалец. Линия обороны. Второй – Фончо, третий – Энрик Хансана и четвертый – Зигфрид Гроссия. В полузащите два человека. Пятый номер – Мартин Вергес и шестой – Хесус Гарай и Атака. Седьмой номер – Ладислава Кубала или Ласла Кубала. По-разному называют либо на испанский, либо на венгерский. Манер об этом тоже, наверное, чуть позже. Восьмой номер – Шандер Кочиш. Девятый – Эвариста де Масседа. Десятый – Луис Суарес. И одиннадцатый – Золтан Сибер. Главный тренер Барселоны – Энрике Ореасоло. Главного арбитра я представил уже Готфрид Динст. Итак, встреча началась. Начинаем ее смотреть, анализировать и наслаждаться прекрасным футболом. Поехали. Как вы, думаю, уже разобрались. Ворота Барселоны справа, Бенфики, соответственно, слева. На этой черно-белой картинке, конечно же, не разобрать, но я скажу, что цвета формы Барселоны – это, конечно же, известные всем поклонникам футбола полосатые синие-гранатовые. А у Бенфики – красные гетры и майка, и белые трусы. Вот первую атаку уже провела команда из Каталонии, и Кошта Перейра вводит мяч в игру. Тут же мяч прилетает к его визави Ромалицу, который быстро, не думая долго, выносит мяч вперед в атаку к своим ребятам, но тут подхватывается мяч игроками Бенфики. Сразу же наточная передача, несколько сумбурно и судорожно, можно так сказать, начинается встреча. Много погрешностей, огреха, всяческих неточностей пока что мы можем с вами наблюдать. Левым флангом было началось, и захлебнулась тут же атака Барселоны. Цибер не смог удержать мяч в поле. И опять ошибка, и выносится мяч в очередной аут. Жуаево бросает, и снова аут. Ну ладно, пока суть до дела, давайте с вами вспомним, как команды шли к этому чемпионству. К этому чемпионству, к этому финалу, конечно же. Да, кто-то дойдет до чемпионства, несомненно. Сразу же стоит отметить, что... Конечно же, это опять же известно всем телезрителям, всем людям, кто следит за футболом, что мадридский Реал до этого пять раз подряд. Вот сейчас, подождите, опасная атака, прострел, удар почти состоялся, девятый номер Авариста бьет, а еще раз бьет. И выносится мяч защитникам из ближнего угла и благодарит Кошта Перейра, своего партнера. Вот после этого углового, наверное, мы продолжим с вами вспоминать, как команды шли к этому самому ответственному матчу. В их сезоне. Навес. Навес сильный, навес не очень точный. Но удар по воротам состоялся. Да, но заблокировали его даже не защитники, а Ковем. Оказался здесь на позиции крайнего защитника. Ну что же, как я уже отметил, несколько судорожно отбивается Бенфика. Но действительно, Бенфика, она никак не фаворит этого матча. Это можно сказать даже сенсацией, что именно эта команда дошла до матча в Берне. Но стало быть и неспроста. И мы это еще, наверное, с вами увидим. Поговорим о прекрасном тренере Белле Гутмэн, который привел эту команду вот к этому, если не триумфу, но как минимум к сенсационному действительно выступлению в финале. Ну так вот, все мы знаем, что пять раз подряд, с самого начала розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов с 1956 года, именно Мадридский Реал становился обладателем этого престижнейшего европейского турнира. Обладателем Кубка этого турнира, можно даже так сказать, да? И вот в этом году Королевский клуб оказался выбитым из дальнейшей борьбы Барселоны. Именно Барселоны своим главным соперником. И сразу же в первом раунде. От предварительного раунда мадридцы были освобождены, как действующий обладатель Кубка. А вот в первом раунде от Барселоны получили такой вот подарок, в кавычках, конечно же. 2-2 и 2-1 закончилась та встреча. Сама же Барселона играла предварительный раунд. Ей достался на этой стадии бельгийский Льерс. По сумме двух встреч 5-0 была одержана очень убедительная победа. Потом в первом раунде, как я уже сказал, победа над Реалом по сумме двух встреч 4-3. В четвертьфинале Спартак из Градец Кралове противостоял каталонцам по сумме двух встреч 5-1. И вот уже в полуфинале были очень сложные матчи с Гамбургом, с немецким Гамбургом. И вот первая встреча завершилась со счетом 1-0. После была игра, которая завершилась 1-2. И по регламенту соревнований проводился дополнительный матч, который игрался, если я не ошибаюсь, в Брюсселе. И там уже Барселона с отсчетом 1-0 Гамбург таки одолела. Что касается Бенфики, то очень уверена тоже победа над шотландским «Харт оф Мидлотиан» был 5-1 в предварительном раунде. В первом раунде Бенфика победила Уйпишт. Венгерский, кстати, клуб, который до этого тренировал нынешний руководитель, нынешний главный тренер Бенфики, Белла Утлана. Так вот, 7-4 была одержана победа по суде двух встреч. Далее датский «Орхус» 7-2. Также очень уверенно был пройден в полуфинале. Очень сильная команда из Австрии, венский «Рапид». Но, тем не менее, 3-0 и 1-1 сыграла Бенфика. И намного более уверенно, даже чем Барселона, пришла вот к этому финалу. Но, тем не менее, является явным аутсайдером. И вот сегодня, конечно же, как я уже сказал, все ставки букмекеров именно на Барселону. Победа Бенфики в этом финале будет расцениваться никак иначе, как сенсационное выступление команды Белла Гутмана. Нельзя не отметить, что ни одного легионера не играет в составе Бенфики. А вот у Барселоны это, конечно же, великолепный Ласло Кубало, венгер, который уже получил испанское гражданство. Об этом, я думаю, мы тоже еще поговорим. Мы, вот если бы не он, не оказалось бы в каталонской команде, ни Золтана Цибора, ни Шандора Кочеша, его бывших партнеров, его бывших соотечественников, которые выступают за сборную Венгрии. Ну, а за сборную Венгрии сам Кубало уже давно не выступает по политическим, можно так сказать, причинам. Ну, а пока что мы увидим, что Цибор в атаке. Пасует на Суареса. Суареса готовится навесить, навешивает, да, на Эвариста. А вот надо было, может быть, дать все-таки как следует самому поворотом, мощным ударом. Позиция-то была убойнейшая, но, знаете, Суареса называют архитектором, такое у него прозвище, и поэтому, возможно, в этом как раз и весь Суарес, то, что, когда даже сам выгодная позиция, ищут партнера, которые находятся в более выгодной. Вот здесь ему показалось, что Эвариста куда лучше занимал позицию о холоворот, и ему на голову пасовал Суарес тот мяч, поэтому вот момент был именно так. Реализован, вернее, реализации голевой, соответственно, не произошло, но момент был заигран, заигран. Вот так вот и решил Суарес, и никак иначе. Ну что ж, и вот снова Суареса мячом. Пас на Эвариста. Эвариста это бразильский легионер, Эвариста Демаседа его более полное имя. Из Фламенко он пришел в 1957 году, и вот закрепился в основе Барселоны. Удар от ворот, Кошта Перейра. Один, кстати, из двух игроков мозамбикского происхождения. Вот второй. Это Марио Колуна, великолепный. Великолепный инсайт. Десятый номер, такой классический десятый номер. Ну и второй человек из Мозамбика, это никто иной, как Альберто де Кошта. И вот мы видим уже первая серьезная травма. Если вы заметили, несколько секунд назад произошла такая верховая дуэль. И по-моему, это как раз Колуна. Да, так и есть на газоне Марио Колуна. Вот с кем он столкнулся. Честно говоря, мне сейчас сложно сказать. Оказывают помощь за пределами поля как раз-таки человеку из Мозамбика, о котором мы с вами говорили. Есть очень много интересных моментов в его биографии, но здесь офсайт. Вот он, например, с 50-го по 52-й год выступал аж в двух командах двух разных лиг одновременно. В Мозамбике еще вот и в Дишпортиво входил в футбольную стацию Лоренцо Маркиша. Он там выступал сначала за молодежный состав, потом за первый. Ей командуал Жоан Албазини, который состоял только из чернокожих и входил в Африканскую футбольную ассоциацию. Вот такой вот интересный фрагмент. А говоря о мозамбикцах, хочется сказать, конечно, что Белла Гутман совсем недавно подписал еще одного, как говорят, очень одаренного парня, Эйсебио. Но пока что он еще ему не доверяет место. В основе в таких матчах он постепенно вводит в состав, и, возможно, в следующем сезоне мы будем наблюдать его уже, конечно же, в основной команде, если все пойдет с адаптацией этого чернокожего парня более-менее нормально. Но пока что игра продолжается в атаке Бенфика. Хорошая передача на Ковема, но тот немного не успевает к мячу и бросает Фончо аут своего партнера на Кубалу. Снова Фончо. Вот Кубалу не бы очень хорошую передачу отдал, это отразилось на том, что потеряла сразу мяч Барселоны, и контр-выпад едва вот не завершился ударом поворот Бенфики. Но тут же, смотрите, как резко, волнееносно переходит в контратаку Барса, и девятый номер Эвариста бьет поворотом, не может сфиксировать мяч Кошта Перейра, но теперь-таки его все-таки со второй попытки накрывает. А Кошта Перейра родился в городе Накал, Португальская, Восточная Африка, в семье рабочего железнодорожной станции. И вообще к спорту был с ранних лет приучен, но тогда я еще не занимался футболом. Футболом чуть позже, но параллельно вот с этим своим увлечением его можно было заметить и на легкоатлетических площадках, и за игрой в баскетбол, и плавание, ну в общем такой всесторонне развитый в спортивном плане молодой человек. Ну хотя уже, как сказать, молодой, самый взрослый, самый возрастной игрок в составе Бенфики, 31 год ему. Хотя, честно говоря, больше 30-ти лет по пальцам можно пересчитать игроков в составе Бенфики, связанных с тем, что Белла Гутман, когда пришел в эту команду, а пришел он в 59-м году после Порту сразу же, так вот, а в Порту я сразу тогда отмечу, что он с первого же сезона взял чемпионство, и вот Бенфика его как-то переманила. Так вот, пришел, когда Белла Гутман, сразу 20 человек взял и попросил из состава вон таких возрастных сделать ставку на молодежь, а вот посмотрите, как играет эта молодежь. Поэтому я и говорю, что людей, кому за 30, ну, считанное-считанное количество. Но если самый старший 31 год, я думаю, вы сами можете уже от этой цифры отталкиваться. А пока что в атаке Барса, передача на Цибора. Цибор пытался обмануться на дридлинге, даже, можно сказать, на таком замахе своего оппонента Жуау, но не удалось. Тем не менее, Аут бросает Барса, и очень неуклюже играет кто-то из каталонцев. Жуау с мячом бросает хорошо, точно, на седьмого номера Аугу, что, но тут перехват Горай летит вперед. Вот под удар себе наносит хороший удар, но крайне надежен Клошта Перейра. Ну вот мы видим, не такой он, конечно, темнокожий, как тот же Колуна. Но тем не менее, Мозамбик ему крайне близок. Аугу, что оказался не на своей позиции. И тут уже подключается Анжело, смотрите. Ну нет, все-таки его догнали, подтеснили, оттерли. Но посмотрите, котерный с нарушением правил, и уже готовится Аугу, чтобы пробить штрафной удар. Вот так вот, 178-сантиметровый Аугу, что. Вообще он, да, правый нападающий, но вот мы его сейчас заметили, сместившимся к левому краю. И сразу же, посмотрите, какой опасный штрафной, не без его участия был создан. Ну, потому что он отдал передачу как раз на Анжело. И сразу же навес, или что это было, удар? Непонятно, на самом деле, очень и очень нехорошо этот шанс был использован. А говоря, короче, он не был использован вовсе. Жерману с мячом. А вот это уже Ковем. И вот снова Аугу, что на этом левом фланге. Почему-то ему здесь понравилось. Колуна. Колуна теряет мяч. И надежный, мощный Хинсана отправляет его туда подальше. Ну, и вот это туда подальше оказалось слишком неточным. Никак не может мяч опуститься вниз. Туда-сюда летает. Над центральным кругом. И вот, наконец-таки, у Кошта Перейры он оказывается. Знаете, Кошта Перейры один из тех, наверное, кто пока, что на этих первых минутах больше мячом владеет, нежели остальные. Сантана. Идет вперед Сантана. Нет, извините, это не Сантана. Пятый номер на эту. Перепутал я. А, это уже Жерману как пошел высоко в атаку. Центральный круг. Это, по сути, центральный защитник. Ну, вот. Центр тянется к центру. Ну, конечно же, его кто-то там подстраховал в этот момент. Возможно, Круш. Разумеется, нельзя так. Оставлять. Свои зоны. Это все может быть чревато острой контратакой. Вот этой венгерского трио. Кубала. Кочешь, Цибр. И, конечно же, архитектор Суарес. А пока что, смотрите, какой выход. И прямо, прямо в руки. Бьет и Кочешь. Прямо в руки Коште Перейры. По-моему, именно венгер наносил этот опаснейший удар. Агушту. Хорошо идет Агушту. От двоих ушел, от третьего не смог, но тут же помощь ему колуна. И колуна ошибается с передачей. Гроссия. Через центр не точно. И у Барса хватает брака. Даже более чем достаточно. Нету. Неплохо сейчас разыгрывала мяч команда Беллы Гутмана. Еще один навес на точку, можно сказать, в районе 11-метровой отметки. И тут уже Суарес. Дальние передачи ищет партнера. Ищет авариста. Но не находит. Пока что очень надежно. Оборона красных действует. Колуна. Колуна на правом фланге. Агушту сместился в центр. Навес. Удар поворотом. И прямо в руки Ромальецу. Опытнейшему капитану команды. Кстати говоря. Так же, как и в Бенфике. Самый возрастной игрок это Галкипер. И оба Барселоны. Антони Ромальец. 36-летний игрок. Прозвище у него Кот с крыльями. Или Кот Мараканы. Такое прозвище ему было дано после Мундиали 50-го года. Где четвертое место заняла. Сборная Испании. Сыграл там 7. Сыграл, кстати, 7 игр за неофициальную еще каталонскую сборную. Так что очень такой востребованный Галкипер. Трофеем Саморы владел. Аж 5 раз этот трофей, который остается лучшему игроку. Испании. Выносит Кошта Перейра мяч за центральный круг. Ну и здесь наконец-то Огуштин в своей позиции оказался. Борется он с Грася. И выигрывает единоборство. Но прострел слишком слабый. И не успевает туда. И Агуштин, Сантана. Поэтому мячом на какое-то короткое время завладели каталонцы. Но аут. И да, снова каталонцы с мячом. Мы видим, достаточно количество зрителей набралось сегодня на финал. Выбрались они, разумеется, посмотреть на красивый футбол. В исполнении, прежде всего, Барселоны. Все-таки, как я упомянул ранее, мало кто верит Бенфюку. А пока что навес. И удар головой. И гол первый забивает. Кочеш. На 20-й минуте, сместившись с позиции правого инсайда, немного левее. Кочеш врывается в штрафную площадь. И практически на углу. Аж вратарский выигрывает единоборство у своего оппонента, забивая первый мяч в сегодняшней встрече. 20-я минута. Шандер Кочеш. Вот только я начал как раз в очередной раз говорить, что Барселона сегодня фаворит. И большинство-то людей пришли посмотреть на эту команду, как она оправдывает эти ожидания болельщиков и врывается вперед на стадионе Вангдорф, который находится в швейцарском Берне. Вообще, этот стадион, эта арена Вангдорф была построена в 1925 году. Вмещала тогда всего-навсего 22 тысячи зрителей. И когда проводилась первая мать, вот в самой первой встрече сборная страны, сборная Швейцарии, соответственно, обыграла очень сильную команду из Австрии. Со счетом 2-0. Вот такой вот хороший почин был на этой арене положен швейцарцами. Ну а в 1939 году вместимость данного сооружения, посмотрите, какие болельщики в симпатичных шапочках, как их с надписью Португал, конечно же, болеют за Бенфику. Так вот, в 1939 году вместимость была увеличена на 20 тысяч, а в 1954 достигла 64 тысяч. Понятно, что это сделано было к финалу второго, после военного чемпионата мира, в котором сборная ФРГ впервые стала обладателем кубка Жюля Реме. А обыграли, как мы все, наверное, прекрасно знаем, я надеюсь. Кто не знает, тому сейчас сообщу. Команду Венгрии, как их называли тогда венгерские волшебники, по ходу встречи проигрывая 2-0 и вырвав в итоге победу со счетом 3-2. Очень такая была встреча, неоднозначная, куча обвинений потом в адрес сборной ФРГ прозвучала и от многих игроков и различных деятелей. Непосредственно проигравшись стороны, очень был острый язык Ференс Пушкош. После и извинялся он, конечно же. пришлось, дабы все-таки некоторые санкции... Санкции отменить, а санкции стоят в том, что отказывались играть немецкие команды против тех команд, где играл Ференс Пушкош. Так вот, и в том самом матче в 54-м году после этого углового я, конечно, скажу то, что хочу. Вот сейчас, именно сейчас это и прозвучит. В том самом матче неудачным для венгров выступали за венгерскую команду. Опасный момент не состоялся. За венгерскую команду выступали. Два футболиста, которые сегодня на поле в майках Барселоны. Конечно же, это Шандер Кочеш, который отличился на 20-й минуте сегодняшней встречи. И Золотан Цибор, играющий под 11-м номером. По большей части на левом фланге атаки, которого, я думаю, сегодня еще будем не раз видеть и наслаждаться его прекрасной игрой. А пока что угловой удар. Вот все хорошо в этом стадионе, но вот эти вот столбы, да, которые иногда мешают обзору, обзору, конечно же, небольшой минус привносит. Ну да, ладно, это не так страшно. Навес. И здесь уже на втором этаже Кошта Перейра снимает мяч, но на подборе Барса. Суарес. Тонкий навес. Ну, там никого нет, только голкипер и защитник Анжело. И снова мы видим Аугушту на левом фланге атаки. Вот понравилось ему. Здесь с Ковемом такую пару образовывать, пару атаки. Ну, во-первых, Ковем что-то не очень пока заметил. А Айзо Аугушту, что называется, вперед. В атаке Бенфика. Ковем. Навес. Казалось слабый, но, посмотрите, практически зацепился за мяч игрок Бенфики. Но тут же рвется Кубала к мячу. И отнимает португальская команда мяч тем самым. По-моему, заработало все штрафной удар. Да-да-да-да. Были нарушены правила защитными порядками Барселоны. Кем-то из оборонцев вот стоит думать. Вергесом, если нам его показывают. И уже второй штрафной с этой точки будет пробивать что, опять Айугушту? Стенку выстраивает швейцарский арбитр Готфрид Динс. Удар по воротам. Мяч застревает. Чистоко ленок. И все-таки справляются каталонцы с этим выстрелом после штрафного удара. И тут же контровыпад. В штрафной площади. Игрок каталонской команды. Пас был на Цибора, но Цибора обокрал. Игрок Бенфики. Круш отдает на Сантану. Сантана на партнера. Потеря мяча. И тут же взаимная потеря. Вот так вот, как я уже говорил. Не могут почему-то собраться, что ли, игроки. Слишком много брака. И вот мы увидели буквально за 10 секунд. По 5, наверное, ошибок из той и другой стороны. Навешивает сейчас Цибор в штрафную площадь, но блистательно играет оборона. Очень надежно и очень красиво, разряжая обстановку. И тут уже Круш сейчас контролировал полет мяча. Неплохую команду собрал Белла Гутман. Вообще, знаете, как бы ни говорили, что, вот скажем, тактика 4-2-4 это бразильская. Но во многом, как историки футбола заверяют, она была придумана именно венграми. Вот непосредственно Белла Гутманом. Ну и как-то ее тоже использовали Мартан Букови и Густав Шебеш. Густав Шебеш, мы помним, практически 4-2-4 играл против Англии в 53-м году, когда была бита сборной Венгрии команда родоначальников футбола. Причем бита дважды. И дома, и на выезде. Очень была тактика похожа тогда на 4-2-4. И вот так же играл Белла Гутман со своими командами, в особенности в бразильском Санта-Паулу. И вот многие говорят, что именно тогда подсмотрели, именно в Бразилии, эту тактику. У Беллы Гутмана его внедрили в арсенал сборной Бразилии. Возможно это так, возможно и нет. Но сегодня немного иная расстановка у команды Гутмана. А мы видим опаснейший момент сейчас возникает у ворот Кошты Перейры. И только чудом каким-то мяч не залетает в ворот, а это чудо называется, судя по всему, рикошет. Да, именно от чьей-то ноги мяч уходит на угловой удар. И Барселона готовится к очередной стандартной положению. Выполнить, разыгрывается на коротке мяч. С мячом Цибр. Цибр сместился в центр штрафной площадки, пробил, но не очень удачно. Подоспел Горосия. Хотел сохранить для своей команды мяч, но пас его был неточен. И ушел на этот раз за лицевую линию. Удар от ворот. Вообще, у той и другой команды, говоря о тактиках в этом матче, стратегия. Расстановка, наверное, более правильно сказать. Сейчас после атаки я, конечно, завершу. И вот мяч штрафной площади. Навес очередной. Хороший навес. И удар. Удар Цибра блокируется третьим номером. Жерману. Жерману сегодня молодцом. Так вот, расстановка у той и другой команды сегодня очень напоминает. Такую уже, может, несколько устаревшую. Ударевшую WM с тремя защитниками, двумя полузащитниками и дали линию атаки два инсайда и трое более выдвинутых в атаку игрока. Ну, как мы знаем, по крайней мере, Белла Гутман, кто-то вообще любит играть не от какой-то расстановки, которую он полюбил, засел ему в голову, а зачастую пляшет именно от тех игроков, которые есть у него в распоряжении, и под них придумывает уже сам то или иное расположение, он их на поле. В атаке Бенфика и упускает мяч в аут. Да-да, почти 30 минут сыграно в первом тайме. С мячом Аугушту идет в центр, тянет его магнитом на левый фланг. Колуна. Хороший пас Колуны. Удар поворотом и замыкает эту передачу с фланга. Скорее всего, это был Ковем, отдающий пас человек. Ну и забивает, конечно же, мы все прекрасно это сейчас разглядели. Главная ударная мощь Бенфики Агуаш. Капитан команды Жозе Агуаш на 30-й минуте просто-таки в упор расстреливает ворота Ромалеца. Можно, конечно же, претензии предъявлять и к защитникам, и к Кенсане, и к Гроссии, но вот не оказались они там на дальней штанге, дабы хорошо и надежно опекать Агуаша. Конечно, где-то они там мельчешили, мы это видели, но чтобы действительно какие-то проблемы этому нападающему создать, такого не было. Итак, на 30-й минуте счет 1-1, сравнивает Бенфика. Количество забитых голов делает его равным и играть чуть меньше 15 минут в первом тайме. И знаете, все только начинается. И снова португальцы в атаке. Сантана отдал на партнера. И навес сбрасывает мяч своему вратарю. Посмотрите, что сбросил мяч Кенсан, и Ромалец мяч не удержал. И показывает Готфред Дин, что пересек кожаный снаряд линию ворот. Ошибка Ромалеца. Он, по-моему, кистью коснулся действительно уже то ли за линией ворот, то ли от его руки как-то мяч закрутился, влетел в ворота и потом вылетел уже из них. Но, тем не менее, мы видим то, что гол защитен. Очень сомнительный, конечно же, гол. Хорошо бы потом пересмотреть этот эпизод более детально. Но, тем не менее, автогол записывается на капитана команды Барселона Ромалеца. Действительно, да, мне подсказывает, Хенсана ошибся. Ну, как Хенсана ошибся? Может быть, не очень удачную он передачу отдал на своего голкифера. Но тот, если не был уверен, что заберет этот мяч, а пока что удар по воротам принимает на себя защитник этот выстрел. Так вот, если не был уверен Ромалец в том, что зафиксирует пущенный ему защитником мяч, так надо было кулаком выбивать, либо на угловой, либо в поле куда-то. А он пытался его поймать и, видимо, вот не рассчитал. Все-таки, что ни говоря, великий опыт Ромалеца в данной ситуации ему не помог. И, возможно, он переоценил свои собственные силы. И вот так вот, нежданно-негаданно, на 32-й минуте Бенфика вырывается вперед усилиями Агоша и усилиями Ромалеца. Вот так вот. И посмотрите, как завелись подопечные Белла Гукмана. Почувствовали свою силу, почувствовали, что Барса-то можно забивать. А ведь действительно, Барса сейчас не так сильно, как, скажем, великое ее имя. Она в чемпионате очень и очень неважно выступила в этом сезоне. Заняла лишь четвертое место, уступив первую строчку своему конкуренту Мадридскому Реалу. Далее Атлетика Мадрид и Реал Сарагоса расположились. Тем не менее, будут они играть в кубки ярмарок на следующий сезон. Но, конечно же, чемпионат провален. Знаете, еще очень большое значение, наверное, имеет то, что несколько, возможно, подрастеряла каталонская команда форму, потому что последняя игра 30-го тура чемпионата Испании состоялась аж месяц назад, 30 апреля. В то время как чемпионат Португалии только что закончился. 28 мая были последние игры. Бенфика уже досрочно, она оформила чемпионство. 46 очками. Спортинг занял второе место с 42-мя, и Порту аж на 13 очков отстал с 33-мя очками. Поэтому Бенфика может в большей форме, в большем... Она лучше готова к этому противостоянию. Более горячие ее мышцы. Не успели они остыть после чемпионата Португалии. И сразу вот в такой серьезный бой они бросились. Может быть, несколько более уставшие, но тем не менее, наверное, и более действительно готовые к функциональному плану. А пока что Цибор пытается навесить со своего левого фланга, зарабатывает очередной угловой. И сейчас будет его подавать. Навес! Довольно спокойно выносится мяч игроками Барселоны. А Агуаш отошел немного назад, и никуда не... И он сказал игроками Барселоны, игроками Бенфики, конечно же, мяч был вынесен. И никуда не торопится сейчас Бенфика. Я только довольно хладнокровно разыгрываю этот мяч. Смотрите, Аугу, что вот сейчас так и устремляется на большой скорости вперед. Зачем же ты навешиваешь Аугу, что ты же мог срезать угол и сам бить? По крайней мере, мне так показалось с комментаторской позицией. Ну, что-то вот испугался Аугу, что вот это такой небольшой комплекс Суареса. Мы видели в начале саму встречу Суарес примерно в такой же позиции. Вместо того, чтобы пробить поворотом, предпочел попробовать сделать передачу на партнера. И вот здесь такая же, такой же эпизод. Сантана с мячом. Аугу, что? Немного затормозилась атака. Аугу, что будет обыгрывать? Да, пытается уйти от Грассея. И вот за столбом не видно, упустил ли мяч Аугу, что? Ну нет, судя по всему, все нормально. Их Суарес рвется вперед. Передача на Цибора! И Цибор не успевает. Это разочарование даже рукой так хлопнул сейчас по ушедшему за боковую мячу. Жуау бросает на Кошта Перейра. И Кошта Перейра тоже. Оценивающий глядит в поле. Не спешит. Ну здесь Ковем не смог совладать с техникой, со своими резвыми ногами. Мяч упускает. И Фончо будет бросать аут. Ну вы посмотрите, мяч отвоевывает с игроками Барселона, но ненадолго. Снова. Нет, все-таки Барса с мячом на вес от Суареса. Суарес оказался сейчас на позиции правого крайнего. Ищут золотую голову Кочешев в штрафной площади игроки Барселоны, но вот в этот раз не повезло, не подвернулась им эта золотая голова. Жуау. Попытки найти впереди Аогушта. Эта попытка ничем не увенчалась, поэтому с мячом Барса. Гроссия уводит мяч из-за боковой. Ошибка в передаче. Бенфика подхватывает мяч. Восьмой номер Сантана смещается на левый фланг. Отличную разрезающую передачу отдает на Ковема, но немного не хватает скорости португальцу. Но тем не менее угловой удар Сантана идет его подавать. Навешивает Сантана удар поворотом, но блокируется он головами защитников. И контр-выпад в исполнении Барсы. Хороший пас, но неудачно принимает мяч Кочеш. Колуна. Чуть больше пяти минут нам играть остается в первом тайме. Ковем. Навес. Барс на голову Агоша. И с мячом защитник Барселоны. Подкат был неточен, и Барса дальше идет в атаку. Хочешь? Цибор. И Цибор делает неточную передачу. А вы знаете, 19 лет назад, вот такая дата. Не могу я обойти стороной. В блокадном Ленинграде прошел футбольный мяч. Матч между командами Динамо и Ленинградского металлического завода. Решил отупомянуть, почему нет действительно события мирового масштаба, пока у нас тут фол. Именно тогда, когда еще бомбежки над Ленинградом. Когда летели бомбежки на Ленинград, когда многие футбольные поля, да не только поля, были в воронках. Тогда вот на стадионе был проведен этот матч. На большинстве стадионов тогда выращивали капусту и прочие овощи. И всякое свободное пространство было отдано под такие, как говорится, самопальные огороды. Потому что действительно голод был в городе. От этого было не уйти. Но состоялся этот матч. В 42-м году, 31-го мая. А пока что в атаке 9-й номер авариста. Удар по воротам, еще удары, знаете... Очень интересной точкой был сейчас вынесен мяч с линии ворон. Если бы летел он посильнее, то это могло бы быть... Могло бы вылиться в очень неприятную мужскую травму. Жерману так не пожалел себя сейчас в этом эпизоде. Вот 2 десятых номера сошлись в колонну против Суареса. Суарес вышел победителем. Из этой дуэли отдал мяч Цибору. Но тут все спокойно. Кошта Перейра надежен. Кошта Перейра молодец. Очень хорошая, симпатичная команда у Белла Гутман. Тренер вообще, что называется, личность. Яркий индивидуализм выражен как в нем, так и в каждой его команде, которую он тренирует и тренировал. Знаете, вот начал он с 32-го года свою тренерскую деятельность. И вот до Бенфики за это время, за это не очень долгое время. Относительно недолго, конечно, почти 30 лет. Но, тем не менее, уже был задействован в качестве тренера в 13 клубах в 8 странах мира. Вот только вдумайтесь. Самый известный из них, наверное, Кишпиш, венгерский, итальянский Милан, бразильский Сан-Паул, португальский Порту. И сейчас Бенфика. Новый вызов для Гутмана. Второй сезон в Бенфике он проводит. А знаете, у него есть фраза, что третий сезон роковой, поэтому стоит думать, что он здесь долго не задержится. И, возможно, еще год, максимум два под его руководством. Эта португальская команда просуществует. Действительно, очень не любит он задерживаться долго. Ну, довольно, можно сказать, обидчивый, конфликтный даже человек. Всегда по-разному. Ну, вот в том же Милане, например, после неудачного результата как-то поговорил на возвышенных, на повышенных тонах с руководством. И после этого разговора просто был уволен. Потому что вот руководство Милана посчитало, что не было же так вот какому-то тренеру повышать на них голос. А и на пресс-конференции на своей последней. Тогда, Пушка, извините, что это мне нашло на меня. Гутман, конечно же, сказал то, что вроде как я не преступник, не гомосексуалист, а меня увольняют. И знаете, после этого Гутман настаивал, чтобы в его контрактах было прописано то, что... По-моему, после этого, кстати, момента его биографии было прописано, что если команда идет вверху турнирной таблицы, там на первом месте, то что они могли бы его уволить ни при каких обстоятельствах. А что я упомянул Пушкашин, наверное, тоже одна история крутится в голове. Когда в Кишпиш пришел Белла Гутман, там он сменил на тренерском мостике, кстати говоря, отца Ференса Пушкаша. Но с сыном вот вступил в конфликт, много слух входило по этому поводу, включая такие, что вот он видел этого одаренного, конечно же, форварда на позиции крайнего защитника. Хотел, чтобы вот опасный момент заканчивается ударом от ворот. Хотел, чтобы Пушкаш в его системе играл атакующего защитника, но тот был крайне против и так уперся, что начал наколачивать просто низовое количество в таком, в огромном мяче в каждой встрече. В итоге сдался Гутман. Ну, еще были самые различные конфликты, и связаны непосредственно с игрой, после чего Мив Гутман однажды просто сел в поезд и уехал, больше не возвращаясь в команду, а... О роли главного тренера в Кишкоште после этого эпизода занял вновь отец Фернса Пушкаша. Но у нас пока что перерыв, идем отдыхать, увидимся после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тот как-то не удержал мяч и после его касания пересек футбольный кожаный снаряд линию ворот И тот хоть потом и вылетел из нее, но тем не менее гол был засчитан и гол был записан на имя именно барселонского голкипера Команды поменялись сторонами Давайте я напомню составы, в которых сегодня выступают подопечные Белла Гутмана и Энрике Арисаола соответственно Итак, Бенфика На воротах Кошта Перейра первый номер Далее второй Жуау, третий Жерману, четвертый Анжело Пятый Нету, шестой Круша, седьмой Аугушта, восьмой Сантана, девятый Агуаш Десятый Колуна и одиннадцатый Кави Барселона Первый номер Ромалец на воротах Полевые игроки Второй Фончо, третий Хинсана, четвертый Гроссия, пятый Вергес, шестой Гарай, седьмой Убала, восьмой Почешь, девятый Вариста, десятый Суарес и одиннадцатый Цибор Главный арбитр встречи Готфрид Динст Жозе Агуаш, капитан Бенфики, и Антони Ромалец, капитан Барселоны И вот мы видим, что перешла Барселона в атаку, конечно же, надо матч вытаскивать Нельзя подводить букмекеров, они так верили в успеху испанцев Но пока что, знаете ли, очень уверенно обороняется команда Беллы Гутмана Первый тайм я закончил как раз на разговорах из истории Беллы Гутмана, из его биографии Ну и вот можно сказать, кроме всего прочего, что это крайне успешный тренер И во многом недооценена эта португальская команда, которая носит название Белфика Или прозвище, у меня есть, кстати, Орлы Ну это вот такое мнение, у вас может быть мнение свое Я думаю, многие-то как раз действительно специалисты, которые следят за Беллой Гутманом и его клубами Возможно, и ждут победы сегодня именно его коллектива Ну почему я так об этом говорю, хотя потому что, посмотрите на его достижения, вот вы пишете Он стал двумкратным чемпионом Венгрии, это 1939-1947 года Также Кубок Метропа выиграл с этой командой в 1939-м Сан-Паулу стал чемпионом первенства штата Сан-Паулу, либо Паулиста, 1957-го Ну и трехкратный чемпион Португалии, как я уже говорил, 1959-й год Это спорту и 60-й, вот нынешний 61-й с Бенфикой То есть крайне удачно Белла Гутман строит игры своих команд Поэтому, если и была недооценка соперника с точки зрения каких-то специалистов И что более страшно для любителей испанского футбола от Энрике Ариасолы, то это, конечно же, лично их проблема Все цифры есть, все трофеи, пожалуйста, известны Поэтому недооценивать Бенфику, это, наверное, одна из самых больших ошибок могла бы быть сегодня И еще говоря о Гутмане, о том, как вот Хорошо он играет с командами, знаете, когда вот он начал играть, начал тренировать После того, как завершил свою грузскую карьеру Был даже такой случай Когда Вот после рекомендации Хува Майсле Автор, кстати, выражения лучшей обороны, это атака Перешел в Энсхет Белла Гутмана Где подписал там контракт На тренерство, соответственно В котором значило, что в случае победы в чемпионате Ему будет выплачен какой-то огромный просто-таки бонус Ну, руководство с этим легко согласилось Так как клуб в тот момент боролся за выживание Она о таком даже подумать не могла Но вот когда внезапно Энсхед стал бороться за чемпионство Знаете, руководитель, директорат этого клуба Начал, можно сказать, просто-таки молиться о проигрыше Потому что такой бонус, который они должны были бы выплатить в случае удачного наступления Белла Гутману равнялся бы просто-таки Ну, если не разорению, то очень большим финансовым проблемам А пока что мы увидели, как Колуна пробивал поворотом Удар опасный не получился И Барселона переходит в свою атаку Ну, очередная неточная передача Перехват мяча Бенфики Но тут надежен Грация Суарес Суарес переводит мяч на Гарая Гарай на правый фланг на седьмого номера Кубалу Кубалу на вес Сброска мяча И удар поворотом состоится Состоялся, но на дальней штанге Караулил защитник и еще один удар С мячом Кошта Перейра В атаке Барса вновь Ивариста на партнера Партнера Цибору Цибор бьет поворотом И бьет, по-моему, за пределы стадиона Ну, нет, конечно, шучу Вот мы видим, как сейчас Мяч буквально по рукам и головам Возвращается В поле По рукам и головам Зрители, разумеется Не торопится никуда Бенфика Кошт Перейра Спокойно разбегается И еще более спокойно бьет туда Подальше Центральный круг Борется за мяч Нету Ну вот, хорошая борьба Обвенчалась Отбором И смотрите, какой момент И удар поворотом в исполнении Аугушту И не точно Третий гол ворота Антони Ромалицу Будет означать уже Очень большие проблемы А посмотрите, какие колоритные Зрители В таких забавных Шапочках Это тут Кстати говоря Традиционный Мужской головной убор Каталонцев Называется Баритина Поэтому сразу видно За кого эти ребята Эти уважаемые мужи Вернее сказать Правильно Болеют А вот Бросают Каталонцев Неплохо Ну, по-моему Даже не поняли Друг друга Как-то Едва Как два поезда Не столкнулись Но этот Безобразный пас Очень сильный На ход Эвариста Ну Даже Если Эвариста Играл сейчас Только-только Вошедший вот в игру Был бы свеж И не играл бы До этого первый тайм То все равно Наверное Не успел бы К этому Мечу Жестковато Но в пределах правил Тем не менее С мячом Остается Колуна КВМ На вес Барьба На втором этаже Отличный удар И отличный гол В исполнении Колуны Вы только посмотрите Как он принял мяч С лету На подъем И вонзил Просто-таки Его в сетку Никаких шансов Для Ромалица Тут не было Великолепный Колуна А вы знаете В перерыве Я тут узнал То, что Колуна Помните Он лежал на газоне И оказывали ему помощь Есть подозрение На то, что Колуна Сломал нос И вот так вот он Со сломанным носом Продолжает игру И как продолжает На 55-й минуте 3-1 Устанавливает счет В пользу Бенфики И все крайне Усложняется Для барселонской Команды Но тут конечно же Уже надо что-то Придумывать Из ряда вон Надо какие-то Силы Мобилизовывать Подопечным Энрике Ариасола Энрик Ариасола Не такой Конечно же Яркий специалист Как Белла Гутман Но тоже на него Большие надежды Пришел он В команду На смену Великому Эленю Эрере Который был вынужден Покинуть клуб Из-за Самых различных Проблем Разногласий Включающих Кроме всего прочего И конфликт С Ласло Куболой А в бытность Игроком Был полузащитником Сантандерского Рассинга Этот Испанский Специалист Ну а Кубол Пока что Действительно Не может сказать Какого-то Своего самого Яркого И весомого Слового В этой встрече Пока что Лично Как мне кажется Его Соотечественники Кочеш и Цибер Действуют Более ярко Ну По крайней мере Учитывая то Что Кочеш Забил гол А Цибер Постоянно На своем фланге Тоже нагнетает Ну вот Наконец-то Момент у Куболы Удар Поворотом Очень хороший И уходит Мяч на угловой Удар Вообще Хорошими Пасами Великолепным Дриблингом Голевым Читьем Славится Этот Нападающий Да и штрафные Как он исполняет Да вот не было Пока что Повода Угловой Навес Штрафную площадь Удар Поворотом Ах Едва Едва Не дотягивается Опять же Кубол И сейчас До мяча И подхватывает Снова мяч Барселона И Очередной Навес И Посмотрите Чуть-чуть Не ошибся Кошта Перей А говоря о Куболе Надо сказать Что он рекордсмен Испанской лиги По количеству Мячей в одном матче Так что Супер Голиадо Семь голов Им было как-то забито В противостоянии Барселоны Со Спортингом Из Хихоны Но это уж Было 9 лет Аж назад И счет тогда Был 9-0 Вот из них Семь Взятие ворот На счету Куболы Ну вот Венг Венг Конечно же Португальцы Наконец-то Идут свою атаку Действительно Столько Венгров Сегодня На поле Что можно И оговориться Но все Венгры Как было сказано Ранее В составе Барселоны В количестве Трех штук Хорошо Идет Колуна Обманные движения Все-таки Навес Но тут Надежные Защитники А вот Кубола 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 Здесь И Кубола Конечно же Там Вообще Очень непростой Судьбы Венгерский А ныне Уже Испанский Игрок Несомненно Я думаю Будет вам Интересно Послушать Некоторых Тоже Момент Его биографии Буквально В двух словах Пару минут Я этому удивлю Родился В Будапеште Разумеется Если уж Венгер Где же Мы еще родились В словацкой Венгерской Семье Мать была Фабричной работницей Отец Каменщиком Но все это Ерунда Вот он уже С 11 лет Опасный момент Сейчас мяч Проходит Выше ворот С 11 лет Уже начал играть Футбол С более старшими Ребятами И уже Было видно Что он превосходит Их в мастерстве А в 18 лет Уже перешел Ференц Варш Где стал Партнером Своего сегодняшнего Партнера По атаке Кочиша И вот тогда Вот как-то Вот так сложилось Что он был Обвинен В шпионаже В пользу Чехословакии И пришлось Венгрию Покинуть И было такое Решение Принято И тут же Сразу же Перебрался Соответственно Кубола В Австрию И было сразу Принято Решение Фенгерской Футбольной Федерации По жизни Дисквалифицировать Этого игрока И FIFA Это решение Одобрило Ну вот Пытались Различные клубы Которые Приглашали Его на просмотр Как-то утрясти С FIFA Вот эту вот Проблемку Очень старался Торино И пригласил Ух Какой момент Сейчас едва Не возник У Ковема И еще один момент Удар Поворотом Прямо Вромалится Показывают Зубы Уже Просто Во весь рот Игроки Бенфики Совсем не стесняются Своего более Именитого Соперника Ну а что стесняться 3-1 Видешь Действительно Так вот Пригласили В Торино На просмотр Для товарищеских Матчей Каких-то Кубол Руководствует Итальянского клуба Но вот Жена Его как раз Только-только Родила Второго Ребенка И попросила Все-таки Остаться Мужа с ними Ибо Вот как-то Поддержать Помочь Было ей тяжело В этот момент И Кубол Знаете Согласился А самолет Который Следовал По рейсам Лиссабон Турин Разбился И все тогда Погибли Это вот Я думаю Действительно Довольно известная История У многих Она еще на слуху И вот это вот Чисто Настойчивость Супруги Кубол Помогла ему Сохранить Жизнь Ну а дальше Было тоже Много всего Любопытного В его карьере А пенальти тут нет А наверное И нет Свисток Готфрид Одиннадцат Молчит Поняв Что не может Кубол Пока негде Играть Так как FIFA Не дает ему Разрешение Он создал Свою команду Из беженцев Которую назвал Хунгари Которую Соответственно В переводе Значит Венгрия А когда Его Пригласила В Барселону Параллельно Боролся За то Чтобы получить Этого игрока И Реал Но он выбрал Последнюю С таким Объяснением Что всегда Любил играть В полосатой форме Ему нравилась Полосатая форма Ну вот Не знаю Пошутил Наверное Просто так После этой атаки Менфики Я продолжу Атака Захлебнулась Навес Не совсем Точный И вот Барселона Проявила Очень большую Настойчивость И в итоге FIFA Свои Запреты Вот это На пожизненную Дисквалификацию Скинула Аннулировала Все ограничилось Наказанием До года И денежной Компенсацией От Барсы И вот так Куту В Барселоне Кубало Стал своим Получил Испанское Гражданство И стал первым Игроком Кстати говоря Которому Был посвящен Индивидуальный Баннер На нем Был написан Кубало Бог Ну и совсем Недавно В 58 Году Способствовал Появлению Как я уже Упоминал В команде Двух других Беженцев Из Венгрии Кочеша И Цибера В прошлом году Он потерял Место В основе Впал В немилости Эленю Эреры Но вот только Эреры Покинул Барсу Как сразу же Кубало В нее вернулся Вот такой Очень интересный Игрок С очень Непростой Судьбой Сегодня На поле В команде Энрихи Арисаула Но пока что Действительно Ждем мы от него Больше Он Нельзя сказать Что играет плохо Нет конечно же Он играет хорошо Но тем не менее Хочется Больше 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 С мячом Бенфика Альберто Декошто Перейро Готовится ввести В игру Ну и соответственно Вводит Точный пас Бенфика Продолжает Свою атаку Перевод На левый флаг На Ковема Вот тут уже Ошибочка Заладевает Мячом Кончо Через Партнера Камера Потеряла Игроков Ну вот Видимо Все таки Аут Что-то Оператор Засуетился У нас И потерял Мяч Из виду Что-то Высказывает Ковем Партнером Наверное Что-то Ему не нравится Бенфика С мячом Мяч Выносится Надежный В очередной Аут Фончо Фончо Бросает Не Тончо И снова Фончо Давай-ка Брось ты Тончо Ну вот Так и исполнил Наши пожелания А что тут такое А показывает Не с того места Бросил Фончо Мяч Исправляет Свою ошибку Цибор С мячом Цибор Просто Уцепился За мяч Как Стервятник За свою добычу И выносил Партнера Нарушить Правильно Ну вот Штрафное Кубало Давайте Поглядим Насколько Они будут Хороши И хитры Ну здесь Следует Навес Навес слишком Простой Да Действительно Ждем И куда Более Интересных Решений От этого Венгерского Игрока Второй этаж За португальцами Грася На партнера Навес Хороший навес Удар Поворотом Хочешь Кошта Вообще Он сменил Имя, если изначально был Ладислав Кубала, сменил, как, например, испанское гражданство, именно Ладислава Кубала. Но, тем не менее, вполне оправданно называть его на более венгерской манере, так сокращенно можно говорить Ласло Кубал. Я думаю, вы меня простите, если у кого-то другое мнение. Промахивается мимо мяча девятый номер Эвариста. Да, это был, конечно же, шанс, и уже Цибер завершал эту атаку своим ударом с острейшего угла, острее, чем... Игла просто-таки, очень-очень острый был угол. Но пока что мы видим, что у Барселоны действительно шансы появляются. Вопрос в другом, то, что реализовать их она никак не может. Момент до этого был у Гочеша, сейчас у Эвариста. Один гол забить, и счет 3-2 уже будет крайне скользким. Пока что у Эвариста с мячом, но партнеры у того отнимают мяч, мне показалось, с нарушением правил. Но у Готфорд-11 другое мнение. В атаке Бенфика, Кавин, но не смог он справиться с цепким Фончо. Афончо говорит, от тебя, дружище, мяч ушел, поэтому дай-ка ты его сюда. Но арбитр на стороне Кавиэма. Аут бросается. Брошим точно. Навес в штрафную. Но там тяжеловато, тяжеловато бороться. А у Гуштут с соперниками. Убала. Ну да, на самом деле, вот, немного попритиковали Пуглу, и вся практически абсолютная игра стала строиться через него вот в эти минуты. Неплохой рывок. Суарес рвется, но нет, съедают Суареса. Обладатель золотого мяча прошлого года. Луис Суарес обогнал, кстати говоря, Ференца Пушкаша, который выступает сейчас за Реал. И какой момент! Штанга! Опять немного не везет Барселоне. Так вот, обогнал Ференца Пушкаша, Луис Суарес в поле за золотой мяч и у Зеллера из Гамбурга. А как я уже говорил, против Гамбурга Барселоны играла в полуфинале вот так вот. Два претендента на прошлогодний золотой мяч сошлись в разных командах. Но до этого, опять же, Барселона, Реал. Тоже не будем забывать и об этом матче первого раунда. Барса в атаке. Все горячее и горячее у штрафной Альберто де Кошта, Перейре. Столько моментов мы уже увидели во втором тайме. Вполне достаточно, чтобы забить гол. Да еще и штанга вот сейчас, буквально несколько секунд назад. Ковем опять не смог выиграть противоборство у Фонча. Фонча в центр. Да, 25-я минута у нас идет. Перехваты Бенфики. И штрафной все-таки удар. Честно говоря, пока глядел на часы и не заметил, за какое нарушение штрафной был назначен. Хорошая скидка и удар по воротам. И очередная, двойная штанга. Ну, знаете, такое не каждый день увидишь. Ну, что говорится, как везет, так везет. Белла Гутман заколдовал футбольного бога. Как-то они договорились, видать, на короткой ноге. Со всеми футбольными божествами. Удар по воротам. Выше ворот проходит мяч после выстрела. А у Гушта. Ну, знаете, даже, кстати, оно и бытует такое. Такая шутка, что Гутман продал душу дьяволу, чтобы выигрывать трофей. И, судя по всему, приверженцев, которые верят в данное высказывание после этого матча, появятся еще больше. И, по крайней мере, они появятся. Наверное, во многом у португальцев и у испанцев в стане этих национальностей. Ну, тут пока что расстрел штрафного навенчался успехом. До этого атаковал колонну, и тоже не очень точно. Ну, можно еще какой-нибудь, конечно же, байкеру сказать про Гэллу Гутмана. Почему бы нет? В Гутмане с футболистом играл атакующего полузащитника Бэллу Гутман по большей части. Играл за МТК. Перешел туда старик Веша. Во многом потому, что это был еврейский клуб, а Бэллу Гутман как-никак знатвый еврей. И вот МТК представлял средний класс продапештских евреев. И во многом, как мне, по крайней мере, кажется, я буду это утверждать, что его тренерские таланты начали уже тогда произрастать, потому что очень хороших специалистов он занимался. По крайней мере, вот в МТК тренером был Джимми Холден. Тот самый автор шотландского стиля игры, которая стала прообразом Дунайской школы футбола на вес. Удар сильно не точно. Ну и сразу тогда с МТК берут два чемпионства. Если верить в той статистики, которая у меня есть, то разница мячей после этих двух сезонов была 82-9 и 61. Один, действительно, что-то сумасшедшее, абсолютно. Ну а после вот в Будапеште... Да и вообще в Венгрии слишком антисемитские настроения возросли, и вынужден был Гутман переехать в Вену, в клуб Хакуах, тоже еврейский клуб. Тренировал его Билли Хантер. А Билли Хантер в свое время успел поиграть в одной команде, с тем самым Джимми Хоганом. Команда это была английский Bolton Wanderers. А прозвище у Хакуаха, кстати, куда перешел в Бутман, был непобедимый еврей. И там тоже продолжено развиваться как тренер, потому что очень было развито... Опасный момент удар колуны выше ворот. Очень была развита, можно сказать, такая система кофеин, кофеин, общение в кофейнях, в венских, именно о футболе, такие интеллектуальные разговоры вели. И, конечно же, многое и там почерпнул для себя завсегдата этих кофеин Белла Гутла. А когда у клуба были тяжелые времена, он как сын учителей танцев организовал, между прочим, академию танцев и немного денег этим привнес. А потом оказался Гутман в США. Знаете ли, Хакуах поехал туда. В коммерческое турне. Момент опасный. Снимается на втором этаже мяч. Сейчас я закончу про турне по США. После этого удара... Вот это удар! Золтан Цибор вколачивает, наверное, самый красивейший мяч в этой встрече, а может быть и во всем Кубке Европейских Чемпионов ворота Альберто де Кошта Перейры. Не, ну, разумеется, мы помним, состоявшийся несколькими минутами ранее выстрел колуны на 55-й минуте, Ну, вот я не знаю, какой красивее. Как по мне, так... Вот этот... Золт Цибора, наверное, был более мощным. После передачи Фончо. 75-я минута, счет становится 3-2. Ну что, 15 минут у Барса, на все про все. Понеслись, родимые. Так вот, поехали в коммерческое турне, напоминаю я. Ахакуаха, в коем числился полузащитником Белла Бутман, и знаете ли, им там так понравилось, что они там остались. Практически вся команда. И решили не возвращаться на родину. Ну, и там перешли кто-то в команду Нью-Йорк Дженс, кто-то в другую, и параллельно, между прочим, создали свою американскую команду Хакуаха. В Америку вложил практически все свои средства. Белла Бутман попутно в питейные заведения, но, как мы знаем, большой американский кризис, и вместе с экономикой страны, потерпел фиаско. Вот так вот. Очень интересная история. Неужели, что не год, то просто какая-то байка, где был Бутман, чем занимался, какую жизнь вел. Атака Барселоны. Удар поворотом сильно не точен. Ну, и заканчивая Белле Бутман, нельзя не сказать, что привлекался он и в национальную сборную, но свою карьеру там прекратил после трех матчей на Олимпиаде в Париже. В 1924 году он был потрясен неадекватной подготовкой своей команды к этому состязанию. Очень он был просто расстроен всем этим, вызывал у него огромное негодование, то, что, можно сказать, за казенный счет приехала куча каких-то левых делегатов, и устроились они еще в такой гостинице, сэкономили на ней, где для, возможно, всяких вечеринок было место и неплохое, но для подготовки, отдыха и сна футболистов слишком шумно, гамно, ну и вообще некомфортно. И тогда он в своих единомышленниках, кто его поддержал в этом, как гласит легенда, созвал и решил немного напакостить в федерации венгерского футбола, и вывелось это в то, что он по гостинице наловил крыс, и попривязывали они этих самых крыс к ручкам номеров членов официальной делегации за хвосты. Конечно же, когда наутро это проказом, можно так сказать, Гутмана вывелось, дверь, и вообще путь в сборную был заказан. Ромельес выбивает сильный мяч в атаку в надежде все-таки, что его ребята зацепятся и смогут отыграть это минимальное преимущество, и почему нет? Идет Барса вперед, Цибор на вес, но не это хорошо занимает позицию игрок обороны Бенфики и начинает контратаку своей команды. Алгушту. Жал. Хороший пас на Алгушту, но немного не хватает скорости ему. Гроссия был быстрее. Около 10 минут остается на все про все у Барселоны. Вообще, знаете, если Бенфика сегодня одержит победу, то это, конечно же, будет космос. Конечно, не такой космос, в которой совсем недавно, 12 апреля, как мы помним, улетел Юрий Алексеевич Гагарин. Но, тем не менее, для этой португальской команды это будет величайшее достижение. неудачно выбивает мяч Кошта Перейра, но вот, тем не менее, после серии ошибок завладевает мячом Колуна. Колуна, так же, как и Кубола в последнее время становится лидерами своих команд в атаке. Отличный момент, как хорошо ушел сейчас Аугушт от своего соперника и заработал угловой удар. Великолепный рывок, остается 10 минут играть, но как будто не устал Аугушту. Но когда Кубок так близок, тут действительно второе дыхание, наверное, открывается у игроков. Угловой удар. На вес. Вот тут хорошо играют защитники. Удар поворотом. Но почему не ударить? Подал угловой, подбежал, ударил. А если бы забил, стал бы просто героем матча Аугушту. Но он и так молодец, он и так и так. И вот очередной забег главного архитектора испанской команды Луиса Суареса. Удар поворотом. Ух ты, как опасно было. И попадает мяч в ноги защитнику. Но действительно, здесь без колдовства как будто не обошлось. И очень везет в многих ситуациях Бенфики. И сохраняет мяч в поле Агуаш. И сохраняет мяч в поле Кави. Но все-таки не удержался на ногах. И уже мяч у каталонцев. Синие-гранатовые идут в атаку. Эваристо потерял мяч. Аугушту вновь выводит на удар Агуша. Но Ромалец здесь надежен. И хорошая опять атака могла бы получиться. Купола выходил один на один. Но Кошта Перейра был первее. Просто-таки Кошта Перейра. Калуна. Удар поворотом. Рикошет и угловой удар. Кубола у мяча. Навес. Удар. Арам Альец. Я сказал Кубола у мяча. Свините, конечно же, ошибся. Кубола играет за Барселону, как мы все прекрасно помним. А это был Аугушту, который подает стандарты у Бенфики. И вот еще момент. Луисуарес. И еще момент. Удар поворотом. Снова штанга. Да ты что ж такое? Третий, даже четвертый уже штанга, если вспомнить, ту сдвоенную. Везет так везет. Ну вот не прет сегодня Барселону. Что если не прет, так во всем? Штрафной удар исполняет Барселона. Как будто не знают даже, как дальше атаковать. Что сделать с этим колдовством старым еврейским заговором имени Беллы Гутмана? Аугушту Аугушту как обычно. То на одном фланге, то на другом. Крайне активен этот форвард сегодня. А это Жерману. Лысая голова Жерману. Крайне надежно. Но аут. Но против ауту Жерману не против. Извините за тавтологию. На этот раз штрафной удар. Нарушил правила Анжелу. А играть-то минут пять. Нужен гол Барселоне. Ой, как нужен гол и тут ошибается на выходе Кошта Перейра, но не могут воспользоваться этой ошибкой игроки синий гранатовых футболках. И контр-выпад. Контр-выпад назревает у Бенфики. Очень разряженная оборона сейчас у их соперников. Все ломанулись в атаку, но нет, никуда не спешат подопечные Гутмана и не торопясь разыгрывают мяч, отправляя его на правый фланг атаки. Ау-Гушту. Ну Ау-Гушту просто демонит на этих последних минутах. В каждой атаке принимает участие этот парень. Гарай бросает Ау. Идет вперед Хенсана Луис Суарес Кубала Хороший пас Кубала на восьмого номера Кочеша но справляется с ним защитник. Ох, как мешает этот стол. Угловой удар очередной Кубала у Флажка Ласло Кубала подает. И на выходе на этот раз надежен Кошта Перейра. Боролся он с Кочешем за верховой мяч и Кочеш отскочил от него как от стенки. Да и конечно же не устоял на ногах бегал кипер Бенфики. Кочеш на чемпионате мира 54 года как мы помним стал лучшим бомбардиром с 11 мячами. Второй результат в истории чемпионатов мира после Жюста Фонтена который четырьмя годами позже забивал аж 13 мячей. Но вот Венгрия как я уже упоминал очень такой тяжелый матч провела против сборной ФРГ и проиграла тогда 3-2 и сейчас проигрывает Барселона Кочеша Цибора и удар поворотом очередной удар от Цибора выше упомянутого и что шаут да мне показалось угловой да так и есть угловой удар один из последних угловых в этом матче разбирают своих игроков Джерману и компания на вес ну вот это вот да вот кстати в том самом моменте когда Ромальец забил свои ворота вот так ему следовало сыграть надежно вот перевел на угловой и не думай а он решил видимо зафиксировать мяч и это была ошибка на вес еще один угловой будет насела насела Барсон своих соперников на эти последние минуты сможет ли додавить а желательно и раздавить конечно же но в два гола верится с трудом удар поворотом и выносится защитником мяч и десятый номер Колуна сейчас спокоен не торопится и зрячий отдает передачу на партнера и бежит бежит один на один выход восьмой номер восьмой номер это Сантана но не справляется он со своими ногами со своей скоростью и со своей конечно же усталостью догоняет его защитник Барселона а сейчас мог поставить большую жирную точку на всех амбициях каталонской команды Сантана но уже все нету сил конечно же а догнал-то его по-моему Грася Барселона Барселона Безумная птица Цибр так его называют до того как оказался в Барселоне мог попасть в состав Ромы Золтон Цибр но опять-таки как беглеца было наложено такое вето на игру его в европейских клубах и не дало ФИФА тогда разрешения на то чтобы задействовать Цибра в Роме но тем временем звучит финальный свисток Готфрида Динста и что ж случилось невероятное Бенфика побеждает в финале Бенфика становится лучшей европейской клубной командой года и вот конечно же качание на руках и всеобщая любовь болельщиков делегатов функционеров тренеров да по-моему сейчас полстадиона соберется на поле дабы чествовать своих героев давайте назовем состав давайте еще раз да назовем имена победителей итак Бенфика Кошта Перейра Жуау Жерману Анжелу Нэту Круш Аугушту Сантана Агуаш Колуна и Ковем вот эти ребята сегодня принесли португальскому футболу вот этот красавец кубок ну а я уважаемые друзья буду заканчивать нашу сегодняшнюю трансляцию следите за кубками европейских чемпионов мы еще вернемся к нему в наших репортажах а для вас работал ваш комментатор Денис Цаплинт всего наилучшего пока пока много бутат Продолжение следует... Продолжение следует...